Инновационные разработки и импортозамещающие технологии на одной площадке. Сегодня мы познакомим вас с резидентами индустриального парка «Промцентр» в Уфе. Специальный защитный костюм, шапочка – это обязательно условие для госсепредприятия, на котором мы сейчас находимся. Здесь происходит упаковка для пищевой продукции. И вот прямо сейчас, за моей головой, проносится десятки бумажных стаканчиков. Здесь все продумано таким образом, чтобы минимизировать количество касаний к конечному продукту. Уэйпак – единственное производство бумажной упаковки полного цикла в Башкортостане. Все процессы изготовления автоматизированы. На первом этапе станок натягивает и разматывает материал. Дальше специальный датчик выравнивает полотно, чтобы не образовалось заломов при печати. Картон очищают специальным пылесосом, после уже идет нанесение красок. Каждый оттенок поступает по очереди. Желтый, соответственно, затем ложится красный цвет, синий, черный и лак. Все вместе мы соединяем и получается рисунок. Вот эта камера, она отслеживает все полотно на протяжении всего тиража. Весь тираж она отслеживает, есть какая-то помарка. У нас все выделяется на фотокамеру. Вот она пошла у нас. Печать сведена, ставим пометку для дальнейших этапов, обнуляем счетчик. Все, вот это все пошло в работу. Сводку цветов, размер рисунка, тираж – все параметры начальник участка вводит на мониторе. Оборудование считывает и выполняет команду. Камерой оснащен каждый станок. Так оператор может заглянуть внутрь машины и вовремя заметить брак или замятие бумаги. После переноса изображения на полотно начинается так называемая вырубка. Материал нарезают и формуют для дальнейшей склейки. Бумажные стаканы проходят те же подготовительные этапы – нанесение рисунка, нарезка по заданным размерам. А дальше заготовки без донышка и привычного горлышка попадают в один из таких формовочных станков. Они отличаются объемом бумажной чашки. Формовочный станок 250 мл, который делает маленькие 250 мм стаканчики. Значит, вот этот рулон у нас делает донышко. Вот это называется донышко, оно бывает еще из двух пленок, два ПЕ. Вот этот узел, нарезая донышко, под стаканик вставляется. Потом уже ее окончательно закатывая, делая вот такой вот загубник, называется, под крышку. И уже уходит по транспортировочному трубе. По этим трубам более 8 млн стаканов в месяц стремятся к своим заказчикам. Прямиком из цеха в разные уголки страны. Но прежде чем попасть в руки конечному потребителю, опытные образцы проходят тест-контроль. Поменяли дно, заливаем стаканы примерно на 80%. Для проверки на герметичность ничего сложного. Ставим снизу по шву, смотрим, протекает или нет. Для производства стаканов здесь используют турецкий картон. Упаковки делают из отечественных материалов. Предприятие растущее. За три года выручка увеличилась в 4,5 раза. От 150 млн рублей в 2021 до нынешних 700 млн. Цех располагается в индустриальном парке «Промцентр» в Уфе. Сейчас на территории площадью 3000 квадратных метров удается изготовить более 20 млн экземпляров продукции в месяц. В ближайших планах – расширять производство. О возможностях для развития полиграфической отрасли в современных реалиях мы поговорили с основателем компании Альбиной Мазуниной. Альбина Мазунина, вот в вашей отрасли такая импортозависимая, как в текущей ситуации, как быстро удалось ориентироваться и все-таки решить вопросы о предназначении. Вообще полиграфическая отрасль всегда была максимально импортозависима. То есть все картоны, краски, оборудование – это все возилось либо с Европой, либо с Америки. Но нас эта тема коснулась, скажем так, постольку-поскольку, потому что у нас все практически оборудование – это премиум класс Китай производства станков. По картону мы еще в 2021 году начали тестировать первый целлюлозный картон, который производится сейчас на российской площадке в Перми, 500 километров далеко от нас. И мы его используем для производства упаковки для продовольственных товаров, типа соды, соль, порошок, каши. А для производства стаканчиков мы используем турецкий картон. Сейчас очень актуальный вопрос с кадрами. А вы на себе чувствуете этот кадровый голод? Я вижу, что топ-менеджмента у нас в Башкортостане практически нет, это единица, да. И они уже работают в каких-то крупных предприятиях, а такой малый и средний бизнес, как Вейпак, например, им не очень интересен. И большинство перспективных кадров, которые прокачивают свои силы на территории Уфы, либо Башкирии, они начинают уезжать из легиона. Это в Москву, либо в Питер. Для того, чтобы Уфа и Башкирия стали привлекательным регионом, я считаю, что основная проблема, это, конечно, логистика и устраивание инфраструктуры города. Мы выращиваем кадры сами. То есть мы готовы брать специалистов без опыта, у которых есть классный потенциал. Каким показателем, каким результатом? Конечно, хочется оставаться частью индустриального парка «Промцентр», так как есть возможность предоставлять для нас все необходимые ресурсы. Это электроэнергия, водоснабжение, логистическая развязка и завоевывать площади, конечно, здесь. Я надеюсь, что целый корпус 10 тысяч квадратов мы в скором времени займем. Желаю вам удачи. Спасибо. В соседнем помещении индустриального парка размещается инженерно-производственная компания МВС «Мехатроника». Здесь создают высокотехнологичное оборудование для фасовки жидких материалов. Умный манипулятор с прутами и два режима управления – ручной и автоматический. Мозг системы – вот этот шкаф. Сервоприводы, встроенный контроллер и специальные модули позволяют отслеживать каждое движение установки. Сейчас происходит калибровка захвата. Он ищет нулевую точку по всем трем осям. Так, вот так и по вертикали. После того, как нулевую точку он найдет, он опустится за коробкой и перетащит ее на поддон для формирования готового палета. Поддон в данном случае имитирует конвейер. Так проходит тестирование оборудования. Сейчас на сборке еще одна установка – модернизированный вариант модели «Скаут». Разработчики поясняют – в новой модификации, в частности, предусмотрено вместо одной две весовые платформы для разных видов тары. Сюда можно установить 200-литровую бочку и еврокуб. Мы с вами видим также установку «Скаут-23», но доработанную, модернизированную, так скажем. Имеется у нее также подвижная стрела, но в свою очередь она приводится уже не вручную. А вот здесь мы можем наблюдать с вами электродвигатель, мотор-редуктор, который с помощью зубчатой рейки, вот она представлена, может совершать движение. У каждого устройства свой набор характеристик под индивидуальный заказ. Команда инженеров сначала проводит расчеты, составляет математические модели и алгоритмы, по которым будут действовать интеллектуальные системы. После чего конструкторский отдел приступает к сборке. Полный цикл команда выполняет своими силами. На выходе максимально автоматизированные комплексы, где подача тары, поиск наливной горловины, дозирование и наложение пломбы выполняет умная машина. Мы специализируемся на нестандартных технических решениях, высокотехнологичных. Основываясь на ТЗ заказчика, мы можем спроектировать практически все, что угодно для дозирования, фасовки жидкостей, политирования продукции, конвейерных систем, систем перемещения или автоматизации. Рост оборота нашей компании составил более чем в три раза, увеличился за последние годы. И даже в этом году мы уже, по сути, перекрыли оборот прошлого года, а еще только середина. Основные заказчики продукции – предприятие нефтяной и пищевой промышленности. Оборудование используют в том числе при работе с легко воспламеняющимися жидкостями, дорожным битумом и лакокрасочными материалами. Компания вышла на рынок в 2014-м. Сегодня на продукцию уфимского производителя спрос есть как по всей России, так и в странах ближнего зарубежья. Индустриальный парк-промцентр в Уфе существует с 2013 года. Его создание позволило привлечь инвестиции и передовые научные производственные технологии для развития региональной промышленности. Сегодня здесь работают более 100 арендаторов и 13 резидентов. Общая площадь комплекса – 83 тысячи квадратных метров. Павел Юрьевич, последнее время в регионе очень большое внимание уделяется развитию технологий, разрабатываются госпрограммы поддержки различной, объявляются грантовые конкурсы, выделяются субсидии, налоговые льготы. Расскажите, пожалуйста, ваш индустриальный парк и ваши резиденты какими преференциями пользуются на данный момент? Надо сказать, что индустриальные парки – это уже более 10-летняя история. И то, что сейчас новые особые экономические зоны образовываются, тассеры, они, конечно, уже более актуальны, более актуальны по преференциям, более актуальны по налогам. Самая болезненная для нас проблема – это то, чтобы наши резиденты пользовались такими же льготами, как и индустриальные парки. Сейчас мы уже вторично получаем субсидию уже на развитие индустриального парка. Мы строим четвертое здание, и Минпром Башкирия нас поддержал в финансировании. Это классные, очень хорошие программы, и они всегда, получается, вот в самый сложный, в самый нужный момент они приходят. Шесть лет назад мы не могли мечтать о том, что у нас будет стопроцентная заполняемость. Сейчас у нас стопроцентная заполняемость последние два с половиной года. Это свидетельство о том, что бизнес повернулся лицом промышленности. Отдельно хотелось бы остановиться на направлении привлечения инвестиций. Какая работа у вас ведется в этом направлении, и какими результатами можете поделиться? Ну, надо сказать, что площадка индустриального парка «Промцентр» с одной стороны инвестирует в бюджет, то есть за все эти годы порядка пяти миллиардов налогов заплатили наши резиденты. И в то же время почти полмиллиарда наши резиденты вложили в развитие нашей площадки. То есть они закупили себе новые станки, новое оборудование, новый транспорт. Вы планируете расширяться, да, то есть появятся новые корпуса, новые резиденты, соответственно. Вот расскажите поподробнее, какие объекты появятся, о каких площадях, о каких вложениях идет речь. Мы решили строиться внутри. Мы за два года застроили всю свою внутреннюю площадку, потом вышли с инициативой Крати Фаридовича, он нас поддержал, и приоритетный проект по расширению границ индустриального парка. Благодаря этому мы получили 9,5 гектар граничной с нами площади и запроектировали 4 здания по 10,5 тысяч каждой. Спасибо. Вот, спасибо. Сегодня мы рассказали про технологичные решения резидентов индустриального парка «Промцентр» в Уфе. Какие еще инновационные идеи внедряют в республики, смотрите в наших следующих выпусках. Это был проект «Свое решение». Я Олеся Баранова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова